Симфонический оркестр За неполный четверть века созвездия принимали Ярославль и Кострома, Смоленск, Архангельск и еще больше десятка регионов. В этом году основные мероприятия фестиваля проходят в Орле. Выездную программу 23-го фестиваля в год российского кино решено было провести в нашем городе. Подготовка проведена очень хорошо. То, что ребята сделали, и наши пресс-болы, и то, что у нас очень хорошие артисты участвуют, и то, что это все на достойном уровне, на международном уровне, это, конечно, заслуга Брянска. Фестиваль состоялся во многом благодаря грамотному партнерству областной и городской властей, управлению культурой областного центра, кинотеатру «Победа», давшему свою площадку для трансляции фильмов и всех смежных структур, заинтересованных в качественном проведении масштабного смотра конкурса. Созвездие самых востребованных, талантливых и незаурядных актеров обещает насыщенную культурную программу. Они все очень хорошие, это главный был критерий, в них нет ни цензурной лексики, они все, в принципе, 12+, эти картины, и я думаю, что главное, чем они запомнятся, это хорошими актерскими работами, потому что основной критерий отбора фильма на созвездие – это хорошие актерские работы. То есть сам фильм, он может быть не шедевром, может ошибиться оператор, режиссер, кто угодно, но когда есть хорошая актерская работа, фильм достойный. Будут представлены и комедийные жанры, и серьезные для молодежи размышления, а также подбор самых ярких, уникальных мультфильмов, посвященных студии «Саис Мультфильм», а также молодежное кино. Более того, зрителям представляется возможность высказать свое мнение и проголосовать за женскую, мужскую роль, а также лучший фильм на нашей брянской земле. Перед началом фильмов организаторы раздают бюллетень, в который необходимо вписать фамилии актеров или роли, которые они сыграли, а после просмотра опустить его в прозрачную урну. Идею быть причастными к определению лучших зрителей приняли за честь. Фильмы, они несут в жизнь много, как говорится, чистого, светлого, доброго, и поэтому обязательно нужно за кого-то голосовать, чтобы подчеркнуть его индивидуальность, его значимость. Поэтому я с удовольствием проголосую. Брянский зритель кино знает и любит. Репертуар фестиваля изучен досконально. Желание посмотреть конкурсные работы очень большое. Интерес к отечественному кинематографу не уменьшается. Напротив, собирает полные залы и на некассовые фильмы, и на короткий метр, на авторское кино, и на режиссерские, и актерские дебюты. Открылся фестиваль лирической комедии Веры Сторожевой. Брянскому зрителю предложили погостить в доме со всеми неудобствами. Одноименный фильм отличает звездный состав. Ирина Пегова, Светлана Ходченкова, Виктория Исакова, Нина Дворжецкая, Владимир Вдовиченков и другие популярные актеры. Лирическая комедия по мотивам книги Маши Трауп уносит на крымский берег моря в дом моряка дальнего плавания. Попавшись на удочку мошенника Маклера Константина, под одной крышей пытаются ужиться четыре совершенно непохожие женщины с детьми. Разные характеры, разные судьбы, разные профессии и взгляды на жизнь делают фильм добрым, смешным и доступным каждому зрителям. Нагрел москосик, один домик в два-два раза и обонят не обонят. Так что тут за? Так что, собственно, здесь происходит? Я вас спрошу, барышня. А вы позволите вас спросить, кто? Я? Ирина. Съемщик этого дома на следующие две недели. Приехали? Вы именно что приехали? Милости прошу, к нашему шлафу. Друзья Константина, наши друзья. Торжественная церемония закрытия Международного фестиваля актеров кино «Созвездие» и подведение его итогов состоится 17 августа в киноконцертном зале «Дружба» в 19.00. Наряду с актерами Тимофеем Федоровым, Анатолием Журавлевым и молодой актрисой Мариной Барсуковой в наш регион приедет президент Российской гильдии актеров кино, народный артист России Сергей Никоненко. Вход на церемонию закрытия свободный, а до этого времени еще есть шанс посетить дневные и вечерние бесплатные сеансы фестиваля в кинотеатре «Победа». Татьяна Жукова, Иван Зюрев. События. Брянск.